Сегодня мы собираемся обсудить заплыв в Словении на озере Блед, который состоится 28-29 сентября. Это совершенно прекрасное озеро в центре совершенно прекрасной страны, которая стоит в центре совершенно прекрасной Европы. Такой удивительный европейский перекресток. И мы понимаем, что с одной стороны, конечно, супер замечательное место, с другой стороны, не для всех сейчас просто туда добраться. Но те счастливчики, которые нашли эту возможность и считают, что могут это сделать, вот для них сегодня мы поговорим с Владиславом Литинчуком, директором старта X-Waters Словения. Сейчас мы Влада подключим. Думаю, что коллеги мне помогут. И поговорим, собственно, о том, чем же этот заплыв так замечательный, ради чего стоит туда поехать. А также о том, собственно говоря, что там будет ждать участников непосредственно на старте и вокруг него. И немаловажные вопросы, которые задают нам участники. Это некоторые логистические вещи. Как туда, в принципе, доехать сейчас, как получить визы, где жить и так далее. Влад, подключись, пожалуйста. Пожалуйста. Привет. Включи, пожалуйста, микрофон. У тебя он пока что выключен. Всем привет. Ну что, Влад, у вас уже пришла весна или совсем лето? Сейчас уникальная возможность видеть весну за окном и при этом ездить кататься в горы на снегу. Да, и каждый раз, когда вспоминаю панораму из твоего окна, у меня такое острое чувство зависти возникает. Конечно, место просто чудесное. Итак, Владислав Ледвинчук, директор старта и сводов в Словении, который успешно провел его уже в прошлом году и намеревается повторить. Влад, ну расскажи в двух словах, такое такое общее, наверное, мы не до конца понимаем, как много людей из тех, кто здесь уже решились плыть, а кто из них только об этом думает. Но общее, твое представление, чего ради стоит приехать в Словению и конкретно на наш старт там на Бледене? Ну много из-за чего. Ну, во-первых, если брать не старт, а в целом страну, очень мало людей что-то о Словении знают. И поэтому они ожидают чего-то невероятного, да? И когда ты приезжаешь, 90% реально удивляются, насколько красиво, уникально, что рядышком море, тут же горы, несколько климатических зон. И поэтому любой, кто доберется, он потом уедет с ощущением того, что он как бы ожидал меньшего, получил больше. И, ну, как минимум от стороны в целом и путешествие по ней. То есть про Словению, ну, можно сказать несколько слов, что это всегда очень красиво, когда ты смотришь по сторонам, на природу, на какие-то исторические здания. Это вкусно, потому что, ну, наверное, это не итальянская кухня, славянская, но она вот нам очень близка, такая как бы, какая-то очень домашняя. И, ну, очень комфортно, безопасно. Одна из самых низких рейтингов по преступности, по каким-то вообще нарушениям, вплоть до краш и так далее. Если говорить конкретно про заплыв, то получилось так, что он проходит в месте, которое является одним из самых известных мест в мире. Это такой, как бы, интересный рейтинг, конечно, потому что точно о нем можно поспорить. Но, в общем, вот проводили такую статистику, показывали фотографии с озера Блед, и вот выяснилось, что огромное количество людей говорят, что они видели. Не все называют где, да, и что это такое, но видели. То есть, очень часто даже на заставке Windows есть озеро Блед. Вот, то есть, ну, видимо, о чем-то говорит, что вот эта вот уникальная совокупность цвета воды, формы озера, наличие на нем острова, на таком дальнем бэкграунде горы, плюс замок и вот эта церковь, это, видимо, такая достаточно, видимо, такое уникальное сочетание. Потому что вот мы с Сашей много говорим об озерах, например, в Италии там их миллион, прекрасная вода, они огромные, красивые, но как раз из-за величины, из-за масштаба иногда вот в одной точке все прелести не соединяются. А здесь вот все вместе в одном, прям вот просто смотришь, и у тебя перед глазами сразу все прекрасное, что есть на этом озере. Ну, и все ищут какие-то очень безопасные заплывы. Ну, хорошо, не все. То есть, глобально делятся любители плавания, наверное, на тех, кому нужно что-то пожестче, посильнее челленджить. Вот есть вопрос, например, когда будет десятка, когда будет двадцатка и так далее, да. А есть большой процент людей, которые особенно пока начинают, и у них вопросы, там, есть ли волна, там, холодно, не холодно, грязно, не грязно. И вот плавание на Бледе, это, наверное, ближе к заплыву на каком-то большом бассейне, что ли, потому что очень прозрачная вода. Часть маршрута проходит вдоль дорожек, которые натянуты для академической гребли. В этом месте проходят чемпионаты Европы, чемпионаты мира по академической гребле. И, соответственно, очень просто ориентироваться, и благодаря тому, что чистая вода, никаких там приступов паники не бывает. Ну вот, вкратце так. Еще вот в письме мы писали и в соцсетях пишем, что не так часто основными ориентирами являются здания, которым по тысячу лет. То есть на нашем заплыве стартуешь, ты сначала плывешь, смотришь на остров, на котором находится церковь, которой там порядка трехсот-четырехсот лет. После этого начинаешь ориентироваться на замок, которому тысяча лет. Ну а дальше уже видишь финиш. Поэтому в этом тоже своя прелесть есть. Ладно, я, конечно, несколько представляю, что это будет, но представим себе, что я человек, который впервые вообще услышал о заплыве, поэтому я буду задавать те вопросы, которые могут прийти в голову случайно попавшему к нам пловцу. Давай расскажем о том, какие дистанции будут представлены. Что можно выбрать? Дистанции будут от 500 метров до 5 километров. То есть 500 метров, это прям кружок в небольшой бухте, образовывающийся там на озере. Следующая дистанция – это мили. Это, ну, в зависимости от того, насколько у нас будет хороший джар, это либо будет мили вокруг острова, либо мили рядом с островом. Вот, то есть принципиально ничего не меняется, но все очень просят вокруг острова именно проплыть. Мы стараемся этого добиться. Вот. Дистанция 5 километров будет – это полный круг по озеру. То есть оплываешь остров, плывешь в одну часть озера и оттуда потом возвращаешься уже на финиш. И в этом году, благодаря тому, что в серии сейчас активно промотируется эстафета, мы добавили также эстафету два раза по 500. Ну и детские старты на достаточно там короткие дистанции, там 50-100 метров. Ну, для тех детей, которые, может быть, только научились плавать, они будут выглядеть длинными. По времени так распределено, что, в принципе, при большом желании можно чуть ли не подряд все дистанции проплыть. Но тогда вы будете выныривать из воды, там, пить воду, съедать банан и уже готовиться к следующему старту минут через 5-10. Но в прошлом году несколько человек, в общем, вот так вот совмещали. Но, например, совместить длинную дистанцию эстафету проблем вообще никаких нет. То есть вот кто очень любит по два раза сплавать, мне кажется, нужно подтянуть с собой какого-то новичка, сплавать пятерку, а потом отправить его плыть первый этап, а вторым уже, восстановившись немножечко, уже спринтануть на 500. Это важная возможность, потому что те, кто будет добираться издалека, захотят, конечно, наплаваться изо всех сил. Поэтому то, что можно совмещать дистанции, это очень хорошо. Еще мы говорили о том, что там немножко чуть более мягкие правила относительно несовершеннолетних, и было обсуждение, что, может быть, на какие-то дистанции можно допустить людей, которым еще нет 18-ти. Что у нас в итоге, к чему мы пришли? У нас с 16 лет можно плыть 500 метров. Для тех, кто едет с ними, и у кого там дети-плавцы, и не попадают на другие старты их с лотерсом, тоже возможность. Ну да, и в принципе, так скажем, в ручном режиме, если вдруг возраст там год, максимум два, даже не подходит под 16, но если есть возможность предоставить доказательства того, что дети занимаются, дети плавают много, то, в принципе, мы можем пойти навстречу и допустить на дистанцию 500 метров проплыть ее. Просто, ну, по практике это достаточно редко бывает, чтобы в 14 лет спокойно плыли по 500 метров, но, тем не менее, возможно. В 14 лет разрядников немало, но так или иначе. Ну да, вот уточняю, сколько детских стартов. Смотрите, друзья, на всякий случай мы еще раз повторим, что, конечно, нужно читать положение и сверять с ним все свои планы. Потому что то, что вы сейчас попробуете там на слух запомнить, это может оказаться ненадежным. А детские дистанции, соответственно, у нас 50 и 100 метров, правильно? Да, но, в принципе, мы еще можем что-то скорректировать. Мы будем смотреть по возрасту, кто заявлен, может быть, что-то добавим. Но, в целом, да, минимум хотелось бы 500, ну, в смысле, 50 метров сделать. Расскажем также участникам, какое регулирование в плане требований к справкам, страховкам и нужно ли что-то еще. В Европе в этом плане все очень лояльно, справки не требуются, буквально там в единицах страны не требуются, но, как правило, для иностранцев там это все менее строго. Соответственно, справка не нужна, страховка специальная тоже не нужна, у вас, скорее всего, будет туристическая, плюс правила согласования мероприятия обязывают организатора застраховать всех участников. Соответственно, только если у вас есть какие-то пожелания по собственной сумме страхования и так далее, тогда вы можете застраховаться на любую вам удобную сумму. А так, у нас есть страховка мероприятия, которая включает в том числе риски самих участников на дистанции. Значит, сейчас сразу оговоримся не аферта, гадание на искусственном интеллекте. Естественно, так или иначе, Влад, какую ты предположил бы диапазон температуры воды и воздуха, то есть какую погоду людям ждать? В прошлом году внимательно как раз следил за ситуацией, соответственно, она совпала с теми статистическими данными, которые нам давал интернет до заплыва. То есть до середины сентября температура прям вот в районе 22 градусов, к концу сентября она опускает и до 20. Плюс-минус 1 градус уже зависит. Еще раз. Да, про воду. Мы говорим про температуру воды и, соответственно, мы ожидаем в районе 20 градусов температуру. То есть, в принципе, это достаточно теплая вода для открытой воды, как многие знают. Насколько может быть холодно на улице? Все-таки там горы рядом. Ну, как правило, это все-таки тоже дневная температура, подходящая к 20 градусам и даже выше. Вот. Но к концу сентября, по ночам уже может быть прохладно. Но, скорее, больше вероятен какой-нибудь дождь. Конец сентября, октябрь они могут быть. Но думаю, что погода будет такая же солнечная, как и в прошлом году. В общем, если подытожить, очень похоже на российское лето. Да, но начало августа. Да, да, начало августа в средней полосе. Так что, в принципе, на такую погоду и нужно рассчитывать. С точки зрения норм использования гидрокостюмов, я думаю, у нас там все стандартно. Если вода ниже 18, гидрокостюм обязателен. Если выше 18 по желанию, если выше 204, он запрещен. Правильно я озвучиваю, Влад? Или скорректируешь? Да, да, как и общие правила. Вот люди спрашивают вопрос, даже не знаю, что они имеют в виду, но тем не менее. Что брать с собой, кроме гидрика? Хорошее настроение и разговорник русско-словенский или русско-английский. Но вот на самом деле, в большинстве случаев хотел сказать, что в прошлом году получилось так, что наш заплыв был самый международный в серии. То, что у нас участвовали, были участники из 17 стран. Я надеюсь, что в этом году мы еще чуть больше стран сможем привлечь. И, соответственно, да, в идеале, ну, или это хорошая возможность попрактиковать английский язык, потому что, ну, действительно, вы стоите на старте вокруг людей огромного количества национальностей. А если говорить про Словению, то язык так вот интуитивно понятный, если говорить на бытовые какие-то темы, и не стоит, в общем, бояться. И очень, ну, каждый десятый знает что-то по-русски, как минимум. Поэтому здесь, в общем, можно не бояться, если вы знаете только русский язык, в Словении точно не пропадете с русским языком. Ну, здесь я хотел бы добавить, вот из нашего опыта путешествия по Словении, что, ну, во-первых, английским владеет практически каждый первый. То есть, если вы разговариваете на английском языке, в каком-то бытовом уровне или лучшее, то у вас не будет вообще проблем объясниться. И в целом тоже этот вопрос может кого-то тревожить, но вот сколько мы там провели времени, абсолютно доброжелательное было отношение всегда. Вот, и на самом заплыве и вокруг него, естественно, будут люди, которые вас поймут по-русски, и если что, если это для вас языковая барьера является проблемой, в том числе в этом смысле тоже вам там ничего сложного не будет. То есть, вы сможете объясниться по-русски на регистрации. Как минимум, Влад, видите, по-русски очень хорошо говорит, вот, лучше бы многих других славянцев. Так, Влад, расскажи немного про логистику. То есть, как сейчас люди попадают из России в Словению, и поскольку нас слушают и смотрят не только россияне, но русскоговорящие люди из разных других мест, какие там удобные аэропорты, какие стыковки, ну, и какие есть там прямые рейсы, что, ну, то есть, что ты можешь сказать по логистике, как туда добраться? Ну, начнем с того, что нужная виза, шенгенская виза, Словения находится в шенгенской зоне, часть Евросоюза. Соответственно, если у вас уже есть действующий шенген, то вам можно не беспокоиться, вы спокойно туда можете попасть. Если вам нужен шенген, то вы можете сделать славянскую визу. У Словении с десяток есть представительств в России, так как это не самая первая страна по популярности оформления шенгена, просто многие даже не знают, но в их городе может быть агентство, которое принимает документы на славянскую визу. Но единственный нюанс, что Словения и давно, и раньше, и сейчас любит давать визы на даты поездки. То есть, вероятность получения высокая, но, скорее всего, будет там недели на две максимум. Вот. Дальше уже ваш как бы агент. Я рекомендую вот в текущих условиях пользоваться услугами компаний, которые помогают оформить документы, потому что они как раз оперативно следят за вот этими всеми изменениями, которых сейчас очень много происходит. Вот. Соответственно, в Словении можно оформить так. Ну, а дальше есть еще варианты, потому что с точки зрения рейсов часто бывает, что бюджетнее прилететь в Мюнхен, в Венецию, либо в Вену. Но на данный момент, если вы по новой визе впервые въезжаете в Европу, вам нужно прилететь именно в ту страну, в визу, которую вы оформили. И вот как очень неплохая опция оформлять итальянскую визу, я вот наблюдаю, как мои знакомые и мои родственники сейчас постоянно получают итальянские визы, вот последние два года много раз. Соответственно, вы можете оформить итальянскую визу, там есть большой шанс, что она будет на несколько месяцев или даже на полгода, купить билеты, например, в Венецию, и таким образом за одну поездку совместить посещение двух стран. С Венецией ходят автобусы достаточно недорогие, либо есть поезда до Любляны. Ну, от Любляны там совершенно не проблема добраться до Бледа. Вот. Соответственно, если вас вопросы визы не беспокоят, то в Любляну летают Turkish Airlines. Я думаю, что многим удобно из России прилететь в Стамбул и потом туда. И в Любляну летает Air Serbia, тоже позволяет прилететь в Белград из России, а из Белграда уже отправиться в Любляну. Достаточно там быстро происходит пересадка, там удобный рейс. Ну, я бы назвал вот две авиакомпании основных вот эти, которым удобно долететь. Ну и добавим, что учитывая качество инфраструктуры, дорог, всего остального, если вам привычно водить машину и нормально, то в любом аэропорту, куда бы вы не прилетели, там в радиусе 200-300 километров, вы легко сможете взять машину на прокат на весь срок поездки и этим удобно пользоваться. Да, если там у кого-то проблема с тем, что либо нет иностранной карты, либо иностранная карта некредитная и есть риск, что компания, арендатор машины не даст, то после того, как вы там зарегистрируетесь ближе к делу, если вы напишите в чат, мы скинем список русскоязычных компаний, которые там за наличные все прекрасно сдают и достаточно недорого стоят. Вот, поэтому без проблем поможем. Ну, отлично. Ты практически все основные вопросы, которые люди накидали, уже так ответил в экспресс-режиме. Я сейчас просто пробегусь, что еще тут нам пишут. Так, еще раз, какого возраста детей мы допускаем на старт? Смотрите, мы ведь даже сейчас, ребята, даже здесь в чате, мы можем что-нибудь наговорить. Еще раз, по таким моментам лучше всегда читать положение. Тем не менее, Влад, если ты помнишь на память точно, какого возраста дети на детский старт допускаются? Чтобы прям супер точно сказать, я лучше оперативно открою файл и скажу. Да, дело в том, что ведь у организатора миллион всяких цифр в постоянном работе. С 10 лет. С 10 лет. С 10 лет, вот, это был ответ, уважаемые друзья. Но если ваш ребенок-пловец в секции занимается, то напишите, может быть, там, или не может. Ну, как и говорил, так же, как и с 500 метрами, плюс-минус год-два при наличии квалификации возможен допуск. И, конечно, только мы не обещаем возрастную группу специально для него, да. Также из детской дистанции, то есть дети на плавание идут чуть раньше. И, соответственно, при наличии подтверждения мы сможем допустить им 50 метров тоже. Но наша основная логика детских дистанций такая. Вы едете с семьей, и чтобы ваш ребенок, который умеет плавать, но, может быть, не спортивно, не просто там болтался где-то, чтобы у него была возможность тоже стать частью мероприятия, получить медальку, не отставать из семьи. Поэтому мы делаем такие дистанции, может быть, возрастные ограничения такие высокие, чтобы были постарше, чтобы точно ему было комфортно, и он справился. Поэтому enjoy. Влад, я вот хотел бы еще вопрос поднять. Дело в том, что, понятно, среди наших плавцов есть, во-первых, три атлеты, есть любители, значит, других видов циклической активности, есть просто люди, которые, ну, ищут разного рода приключений. Я думаю, можно еще немножко остановиться на том, какие там есть возможности конкретно для, скажем так, другого спортивного времяпровождения, потому что там есть как минимум прекрасная беговая дорожка вокруг всего озера, вот, там есть отличные варианты для того, чтобы гонять на велосипеде. Ну, давай лучше ты расскажи. То есть чем еще можно заняться, если приехать на несколько дней? Если приехать на несколько дней и проживать в районе Бледа, то есть смысл обязательно сделать какой-то трекинг, и это будет не что-то сложное, это обычно путешествие на час-полтора, можно проразобраться на гору, с которой видно прекрасно озеро Блед, можно сходить в одно из самых посещаемых, скажем, природных мест в Словении, ущелье Виндгар, находится буквально там в 10 минутах езды от озера Блед. Его там посещают десятки тысяч человек, если не сотни, ежегодно. Можно съездить на озеро Бохинь. Это озеро, которое тоже очень просится, чтобы там поплавали, и оно похолоднее, но больше, и у него другой ландшафт вокруг, горы ближе, и оно вот чисто смотрится таким очень диким, но очень красивым. Также есть куча развлечений, которые касаются какого-то интертеймента, то есть есть Рудальбаны, но, может быть, знаете, с горы, когда можно съехать, как будто это Боб. Блед – это туристический центр Словении, поэтому есть там и казино, и клубы, и все на свете. Здесь немножко не про спорт, но тем не менее. Рестораны. Да, замок. То есть я думаю, что мы сможем организовать для участников накануне, то есть у нас основные активности спортивные будут в воскресенье, а в субботу я очень надеюсь, что получится организовать, возможно, экскурсию, какое-то такое ознакомление с билетом в Словении, с русскоязычным гидом. И да, вокруг озера полностью непрерывающаяся беговая велодорожка. Сейчас специально к заплыву там делают ремонт, чтобы все было идеально к сентябрю. Соответственно, можно будет пробежаться, можно проехать в велосипеде, куча прокатов. Ну, в общем, не все даже успеете попробовать, приехав. Только узнаете больше. Чуть дольше, то Люблино, прекрасный город, который имеет смысл изучить. Ну, а дальше концентрическими кругами, до Триеста буквально там сколько, полтора-два часа езды, и ты в Италии, в очень интересном городке. Чуть дальше Венеция, Австрия тут же за углом буквально. Австрия даже ближе, чем Италия, наверное, да, если через город напрямую. То есть это такой вот узловой перекресток нескольких европейских путей, где можно совместить кучу разных активностей от культурных до природных. Но Словения, еще раз, да, это, конечно, ну, для меня в первую очередь вот это виды, это ландшафт, это, конечно, это погулять, это погулять. Влад, скажи, пожалуйста, значит, помнишь ли ты, сколько участников было в прошлом году? Да, помню. Кстати, хотел сказать, что вот город, столица Словении, очень красиво называется, Любляно. А ты как-то некрасиво называешь. Ударение ставишь некрасиво. Вот еще немного, пару лет еще поделаем заплыв, и я выучу еще что-нибудь на славянском. Ну, значит, ну да, начну с любого. Да, в общем, участников у нас было зарегистрировано 100 человек, плыло по традиции на 10% меньше. Вот, соответственно, ну, грубо говоря, порядка 100 человек приняло участие, но в этом году у нас уже сейчас зарегистрировано столько участников, и в планах, что их будет в два раза больше. То есть такой у нас план максимум, что будет там около 200. Конкуренция будет нарастать, при этом мы тут знаем некоторых ребят, которые, в том числе, из Бразилии, например, едут посоревноваться. То есть конкуренция будет, даже при не очень большом количестве участников на дистанции, там будут фильмы товарищи, скажем так, из Словении, из ее окрестностей. Будет с кем погодить. Я вот сейчас скину в чат картинку того, как у нас выглядит шапочка-медаль. Я думаю, что большая часть, ну, то есть порядка 60-70% на следующий год это будут новые участники, поэтому мы решили сохранить полностью как бы фирменный стиль в плане медалей, в плане цвета шапочек. Поэтому как-то придумаем, в общем, что подарить тем, кто участвует второй раз. Но я думаю, для большинства это будет первый и будет очень интересно. А также хотел для тех, кто там амбициозные, показать фотографии. У нас, в общем, есть, так скажем, некая корона победителя. В данном случае это национальный головной убор, который мы брендировали под X-Waters. Нашли, в общем, в специальном такой ручной магазине, где делают хендмейт эти шляпы. Нашли вот синего цвета и, в общем, украсили ленточкой, пером. И победитель у нас прямо на финише получает эту шляпу до того, как даже пересечет ленту. Вот. И в ней гуляет целый день. Все знают, что он выиграл. Вот. Может быть, кто-то в прошлом году выиграл итальянец и словенка. Три атлет. Вот. Можно будет составить им конкуренцию в этот раз. Я тут посмотрю на вопросы, которые присылают участники. Например, спрашиваю, сколько было женщин среди участников, больше ли было мужчин и так далее. Это же ведь надо еще по дистанциям смотреть. Я попросил бы коллег сейчас бросить сюда ссылку на протоколы прошлого года. Там можно будет прям забраться и по дистанциям посмотреть и не только сколько, но и кто конкретно, и откуда, и все это вы увидите. И также я вижу вопрос в чате, как можно сейчас зарегистрироваться на сайте информации, что регистрация будет доступна 28 апреля. Странная информация, все у нас открыто, регистрации идут, уже там около 100 человек уже зарегистрировались. Поэтому, наверное, попробуйте еще раз пройти по ссылочке вот хотя бы по той, которая сейчас... Да, вот уже прислали, да, ссылку. Вот я еще скинул фотографии. Это вот про ориентиры, про то, как с воды выглядит заплыв на озере Блет. Видно замок, остров. Ну, мы в X-Liter все время стараемся найти дистанции, где есть естественные ориентиры, а еще лучше прям естественным образом как-то существующие дистанции, которые стоит и ждет, чтобы мы пришли и ее проплыли. Болит – это один из тех случаев. Что ты тут остров, когда ты, видишь, сразу очевидно, очевидно, что совершенно не будет... Да, и в этом смысле это, конечно, жемчужина. Это просто прекрасное место, которое нельзя было игнорировать. И, Влад, я тебе очень благодарен за возможность того, чтобы наш X там тоже был нанесен, и наши поклонники могли приехать и там поучаствовать. Это замечательная возможность. Вам спасибо, что у меня есть возможность реализовываться в этом месте. И вот я скинул фотографию, там стоит парень на САПе, сопровождающий. Ну, такая небольшая история. В общем, он вот на заплыве, на том, как раз очки, в которых он там находится, утопил. И вот у него вчера был день рождения. Нам пришлось ему такие же очки подарить. Вот сейчас у него опять эти очки будут. На следующий, надеюсь, сентябрь он их снова не утопит. Вы ведь подарили ему веревочку вот тут, которая... А, вот эту надо веревочку подарить, да, точно. А то опять утопит. В вашем случае вы сможете какие-то другие подарки дарить в следующие годы, если он в этот раз сохранит очки. Ну что ж, я смотрю, Влад, вопросов больше я не вижу. Хочешь ли ты что-нибудь еще добавить такого воодушевляющего, чтобы все немедленно бросились прямо сейчас искать билеты в Словению? Да, мне кажется, что поездка в Европу, она всегда очень так отлично взбадривает, переключает, как бы попадаешь как будто в другой мир. И поэтому заплыв в Европе, в Словении, он точно запомнится больше, чем многие другие. Именно тем, что, ну, все как-то вот одновременно и понятно, и одновременно по-другому необычно. Если вы еще ни разу не были в Европе, то очень рекомендую. Это вообще как бы обычно такой разрыв, когда ты впервые попадаешь сюда. Поэтому если очень ждете таких острых во всех смыслах впечатлений, ну, в хороших смыслах, то рекомендую. Этот заплыв, он не про челлендж, а он про вот стопроцентный кайф и удовольствие. Про комфорт и, в общем, про погружение во что-то такое интересное, в историю и в природную красоту. Спасибо тебе большое. Я думаю, что здесь все-таки аудитория, которая сейчас ездит по иностранным стартам, X-Foters, наверное, уже где-то побывала. Но конкретно в Словении, как ты верно подметил, как правило, были немногие. Это не первая европейская страна, куда люди добираются. А ее и найти-то не так просто на фоне больших соседей. Но еще раз хочу полностью поддержать слова Влада в том смысле, что вас ждет множество прекрасных открытий, потому что это замечательный уголок. Такой вот, с одной стороны, достаточно такой тихий, как бы скрытый там среди гор, с другой стороны, действительно, близко ко всему и с прекрасной инфраструктурой, с очень дружелюбным, таким неторопливым населением. В общем, мне трудно представить человека, которому там не понравилось. Поэтому от имени всея X-Foters приглашаем вас присоединиться к этому прекрасному событию. Ну и во всяком случае поставить себе виш-лист, что если не в этот раз, то обязательно в следующий. А лучше каждый год, конечно. Ну и мы сами, Влад, будем стараться так делать. Спасибо тебе большое, дорогие друзья. Я еще напоследок хотел пару обещаний, что от нас мы не реализовали в прошлом году, в этом году обязательно будет. То есть от нас будет обязательно предложение по хорошему, комфортному отелю со специальной ценой. Это раз. Второе. Если ближе к делу будете активны в чате, мы можем, в принципе, прямой трансфер с определенных рейсов организовать. Ну, я подозреваю, что, может быть, по 10, там, плюс-минус 15 человек будут прилетать, может быть, на одном рейсе. И тогда мы можем также, думаю, помочь, если все будут активны писать об этом, то сделаем так, чтобы все, кто с одного рейса открикнулся, сели и поехали. В общем, эти моменты обязательно сделаем. Ну, благодаря тому, что заплыв там по нашим меркам, в общем-то, не огромный, возможность пообщаться достаточно плотно и с организаторами, и с другими участниками, ну, даже просто и в чате, зайдите в чат Словении, подключитесь к нему, если еще это не сделали. То есть, в принципе, я думаю, что сложится достаточно камерная атмосфера, в которой можно будет решать многие вопросы достаточно неформально. Ну что, спасибо всем, кто был сегодня с нами в эфире. Естественно, мы оставим записи этого видео для тех, кто не смог присоединиться, но посмотрит потом на YouTube, на Rootube. И, да, заходите на страницу славянского заплыва на сайте xvoters.com, присоединяйтесь к чату в Telegram, будьте в курсе, следите за обновлениями. Надеюсь, до встречи на озере Блед. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok